700, а Оливера показал, что 2600. То есть он прибавляет от боя к бою. В дрожь бросает. Не то, что в дрожь бросает, мурашки по телу. Правила знаете, да? Науэролс. Клинч банок. Элбоу-голк банок. Бэкстаг банок. Файт клей. Чистый бой. Окей. Файт клей. Вячеслав Митряковский. И сейчас ему самое главное не попасть между этими двумя атлетами. Что начинается у нас. Я думаю, здесь будет меньше слов и больше того, что... Просто давайте наблюдать за этим красивым зрелищем. Ух! Я знаю этот удар Костя Крухова правой рукой через защиту. Демонстрирует, как ногами-то он хорошо работает. Это жестчайший спортсмен. Которого прекрасно знают в России. Знают в странах бывшего Советского Союза. Опытный боец. Но сошлись они, конечно, не на шутку. Да, сейчас просто шкала брутализма. На ней встали не зашкаливает. Вот таких был Товгаев в команде Бакбарста, чтобы получить. Есть у нас там один Александр Свитов, правда, травмированный. Но по параметрам, я думаю, не уступает. Я думаю, что его надо приглашать на бои Туна почаще. Это уже ваша работа, но я не могу на какие-то отвлеченные темы сейчас разговаривать. Потому что я в курсе ничего. Думаю, как и все зрители, и всех тех, кто здесь находится. И кто смотрит, прилетает. Даже не заметил, с какой руки, но тут уже с ноги Константин Глухов с вертушки прописывает Эльдару Альвейну Гарсия. Напоминаем, что Константин Глухов прошел первый круг, выиграв у Максима Болотова, спортсмена из Молдавии, нокаутом. Именно этим ударом с разворотом, который, наверное, станет лучшим ударом, нокаутом этого сезона. И Эльдар Альвейна прошел Юру Горбенко из Украины, одержав победу нокаутом в третьем раунде лоу-киком. Так что, несмотря на свой, скажем, неатлетичный вид, Оливера очень опасный боец, который умеет очень быстро ориентироваться в ринге и наносить страшнейший удар оу-кике. Посмотрите на его ноги. Да, я тоже думаю, что вот этот, как вы говорите, неатлетичный вид, ну да, там пока чуть-чуть подвисает, но это дополнительная защита с одной стороны возможна. Это касит вибрацию. Ну, пускай это не, скажем так, не успокаивает Константина Глухова. Это действительно опасный боец. Ну, а Константин Глухов это просто, ну, халкает. Гора мышц. Косте приходится клинчеваться, да, после у нее. Идет так... Ох ты! Ну и сейчас не очень проходит удар у Константина Глухова. Успевает Оливера Гарсия уклониться. Прошел удар в печень. Упал. Вот интересно, он Оливера что-то почувствовал. Не факт. Судя по тому, как он высоко поднял ногу в следующей же атаке, вряд ли. А вот так вот незаметно и первый раунд подошел к концу. Ну, я сказал бы, как незаметно может быть для нас, потому что это очень увлекательный бой. Незаметно прошли три минуты, да. Для нас, для зрителей, но... Я понимаю, что Эльбертенштейн прав, что время относительно на ринге, оно совсем имеет совсем другую цену. Там, возможно, оно длится ввечер. Посмотрите на Константина Глухова. Это действительно колоссальные мышцы. Колоссальная физическая форма у спортсмена. Да, ну все-таки да, вот сейчас на повторе видно, что удар прошел. Прошел, прошел. И ровно в затылок, и в боковую часть. Оливера Гарсия. Превосходные три минуты. Готов? Не менее превосходные три минуты, я думаю, дождает нас сейчас. Второй раунд, и вот так сразу активно сно причинают бойцы. Немножко состорожнее сюда, как вступал сейчас Константин Глухов, но тут же атаковал свой противник. И, о, просто потрясает ринг. Своим падением Оливера Гарсия. Глухов, конечно, хорош. 120 килограммов рухнули. Кинулся, молодец, нашел печень. Все-таки это тот объект, который, наверное, удобен для попадания. Потому что Оливера держит высоко руки. И никто ему, видно, сильно не вкладывал в корпус. Стоп, стоп, стоп. Да, сейчас немножко подскользнулся Кзатин Глухов. А так, ну, вот себя он, оппонент попросил подождать. Здесь на мой зеринге видно, конечно, как у Кости Глухова вздулись вены. Да, просто со всех сторон шишки такие торчат. Огромную перегрузку испытывает организм. И это можно видеть только при близком приближении. Успел, успел. Успел снять удар. И очередной раз 120 килограмм рушится на ринг от нефть арены. Понятно, что Костя выбрал мишенью это корпуса Оливера. Оливера теперь тоже немножечко завелся, понял, что надо атаковать. Но есть чего. Костя ему поднимает настроение. Такими ударами его. Стоп, стоп. Вы не представляете. Какие эти удары. Мы здесь сидим у зеринга и слышим без микрофонов, как это впечатывается в тело. До нас, по-моему, вибрация даже доходит. Выжидает, выжидает Константин Глухов. Ну и не ждет Оливера Гарсии и наносит удары. Ну почему Костя не бьет у Ухити? Он вот зато вертушку приготовил, которую легко поймал Оливера Гарсия. Костя, Костя скандирует трибуны. Есть у него здесь персональные болельщики. 15 секунд до конца. Да, медленно, но верно близится к завершению второй раунд. Последний секунд отрабатывает Константин Глухов. Да, по животу немножечко. Настучал. И что ж, вот и все, второй раунд. Без комментариев. Да. Ну что ж, да. Ну, а главным удовлетворителем проекта чемпионата мира по правилам. Клухов, который славится своими мощнейшими ударами ногами, не сделав ни одного укика, я думаю, что может быть пора, как вы считаете. Илья, есть ли надежда у Костя пробить ноги? Я думаю, в третьем раунде сейчас будет пробито все со всех сторон. Ну, вот что отличает, да, тяжеловесов как раз. Нет излишка экспрессии, агрессии и всего прочего. А так выжидает, выжидает, и тот другой боец потом с крушительным ударом просто выписывает. И Вера секундирует его брат родной, тоже, кстати, Оливейра. Ну что, не звали его брат-то немножко здесь, подраться-то на ринге? Но, судя по комплекции, это парень тоже из тех, кто тренируется. А было бы как интересно, если бы два брата на одном ринге столкнулись. Он сразу как начинает. Сейчас было интересно, когда на ринге встретился Артем Левин и Артем Бахитов. Вот было такой замечательный бой. Два одноклубника. Вот это было, конечно, тоже зрелище интересное. Ну здесь сейчас уже масса налетает на Константина Глухова. Тут держится. И вот ответ какой хороший. Но лоу-кик, Костя, хочется... Конечно, тем более ноги-то открыты. Да, и подставки он не делает. Константин, давай. Все мы ждем лоу-кика. Прицеливается, прицеливается Костя, но лоу-кик... Костя очень сильно бьет, но сейчас почему-то вот у него, скажем так, почему-то он перестал это делать. Возможно, есть какая-то проблема, может быть, травма какая-то микро... Да, возможно. Конечно, супер-тяжеловесы. Не добавляет Костя удар ногой. Кто сейчас? Константина... Но это, опять же, он не подскользнулся же сейчас. Это, опять же, заготовочка от Эливера Гайфси-Карсия. Зал скандирует. Костя, Костя. Ну вот Костя-Костя не спешит, и сейчас Оливера Гарсиев как-то поактивнее и увереннее выглядит. Осталась минута третьего раунда. А вы так проанонсировали лоу-кик от Константина, что я прямо теперь жду только его. Мне интересно, как это выглядит и насколько суров и грозен он. Ровно так, как он бьет руками, но представьте, он это бьет ногами. Да, ноги у него, конечно, просто горы мышцы мощнейшие. Глухов это оружие не использует. Наверное, там и из причины. Считает, что достаточно и его рук сегодня. Что еще ноги тратить на Оливера Гарсиев? Ну, до головы-то он дотягивается. То есть он голу-то атаку проводит. Ох, а сейчас его живот хорошо прописал. Присуху прям. И с ноги туда же. Это, кстати, любимый удар Константина. Нокаут в печени. Да, еще как хорошо он вернулся сейчас. Вот сейчас уже, можно сказать, узнаем Константина Глухова. Активно и эффективно. Проводит третий раунд. Техни уже провел. Что-то Костя пошел после этого удара назад. Да? Вот он стал все-таки. Или ноги, скорее всего, забились. Потому что сейчас идет он немножко, потрясывая ноги. Стряхивая их, расслабляет. И четверо. Пятый раз в сегодняшний вечер у нас. Экстра раунд нашли. Экстра раунд. Зрители подходят к рингу, фотографируют спортсменов. Снимают на видео, выкладывают в Инстаграм. Да, таких точно надо запечатлеть, зафиксировать и сохранить себе на память. И поделиться с друзьями, чтобы в следующий раз пришли на одного из них поглядеть в полуфинале. Обязательно. Полуфинал у нас первый стартует 26-го. Мы слышим, да, что болельщики кричат вперед Ильдар. Они думают, что он из Татарстана. Да. Да, но это местные, видимо, уже такой наш татарский парень, Ильдар Оливейра, Гарсия. Будем считать, что он наш. Кстати, он наш, так как он по правилам ты на аром. Конечно, здесь все свои. Ну и что? Вот сейчас, да, сейчас все или ничего, все бросает спортсмены все свои силы. Менее заготовки сейчас все должны продемонстрировать, чтобы спортсмены. Захват совершенно ненужный. Совершенно неразрешенный. Грозный взгляд Оливейра, Гарсия, не менее грозный. Ильдар Оливейра в жизни, когда он расслаблен, находится в нейтральной обстановке, в очках. Такой интеллигентный вид. Да, никогда не скажешь, что он боец. Милого, приятного человека, который чуть-чуть поправился. И от этого стал еще только милее. Но Константина Глухого я бы не хотел встретить где-то. Хотя, я думаю, он тоже интеллигентный. Он начал подвисать. Парень в ней ринга, да. Но вот сейчас видно, да, тоже немножко подплывает. Константин, нужно собраться. Да, но вот уже еле-еле так сказывается усталость. Сказывается, что это уже четвертый раунд. Здесь подскользнулись Оливейра, Гарсия уже очевидно. Уже с той, с другой стороны, вот эти все подвисания есть. Хотя нет, посвежее выглядит Оливейра, Гарсия. Понастырнее. И понастырнее, да, и посвежее. Мы уже использовали сегодня слово «понахальнее». И наша статистика сегодняшняя говорит о том, что сегодня побеждают более молодые спортсмены. Олег Викторович, Дмитрий Меншиков. Осталась минута заключительного четвертого раунда. Осталась минута, да, минута экстра-раунда. И что произойдет в эту минуту? Остается только гадать, гадать. Да что гадать? Надо просто смотреть, наблюдать. Сейчас мы все увидим. Но надеюсь, что не будет вот таких вот вялых задержек, вялых вот таких захватов, клинчев, остановок и всего прочего. То, что не очень интересно наблюдать. Хочется, да, вот такие вот атаки от Константина Глухова. Такие вот ответы от Оливейра, Гарсия. 40 секунд до конца. Еще можно успеть совершить нокдаун, нокаут и, скажем так, пройти в полуфинал гарантированно. Файт, файт, говорит сейчас о Рейхере на ринге. А на файт уже сил не остается ни у того, ни у другого спортсмена. И сейчас с коленочки чуть-чуть пришло. И также ответил тут же Константин Глухов. 10 секунд, 10 секунд. Давай, Костя, надо, надо идти вперед. Но вперед идет Гарсия. И все. Все на этом все. Выдыхают спортсмены. Выдыхаем и мы, да. Этот прекрасный вечер подходит к концу. Остается узнать, что результаты. Остается только грустить и ждать только очередных соревнований. Боев по правилам ТНА, который состоится 26 октября. Это будет полуфинал. Да, это будет полуфинал. Это будет еще жарче, значит. И это надо смотреть вживую. Хотя, если будут все смотреть вживую, нам для кого комментировать? Останется, я думаю. А я думаю, что мы останемся для истории. Чтобы человек пересматривал. Пересматривал, да. Испоминать нас добрым словом. Да, но вот даже посмотреть на время. 21.20 уже затянулся наш вечер. И он незаметно пролетел. Что сейчас затянулся? Он затянулся. Он замечательно продлился. Приятно, приятно. Да, я уже не говорю о том, что это никакой плохой стороны. Все прекрасно. Теперь ждем. Кто же сейчас победил? Я боюсь предположить. Я даже гадать не могу. Я даже предположить не могу, кто может в данном случае победить. Но четвертый раунд, возможно... А вот опускай в этой истории крайне будет Вадимир Сычев. Ладно, все. Где он? Кстати, Вадимир Вадимович, просим вас. Но там пока сузи не могут решить. Нет, Вадимир Вадимович Сычев еще раз говорю. А то я на меня так посмотрел после того, что сказал Вадимир Вадимирович. Это словосочетание воспринимается гражданами Российской Федерации. Буквально. Это не менее знаковая фигура нашего турнира. Вадим Сычев это... Да, постоянный... Герой. Ведущий, ринг-анонсер. Да. Интересный актер. И... Победу в этом поединке одержал... Ильдар Альвейер Гарсиа. И все же, да, и все же Ильдар Альвейер Гарсиа. Вот так вот. Но мы аплодируем и тому, и другому, и всем сегодняшним бойцам. Всем 12 бойцам, которых мы видели. Это было прекрасно. Итак, с нами был... Илья Тагиров. Да. Собственно, пресс-персоны. И Василий Флешев. Да, жмем мы тоже друг другу руки. Это было круто. Спасибо всем, кто наблюдал, кто был с нами. Приходите сюда. Слушаем эту музыку и ждем 26 октября. Фух. Илья Тагиров. Большие аплодисменты победителям. Что ж, на этом все, да. Аплодисменты победителям. Остается посмотреть только хайлайт из сегодняшнего боя. Вот этого и этого вечера. Ну, а мы, я думаю, будем с Семеном прощаться. Будем прощаться. И только для того, чтобы встретиться снова, снова и снова. И будем ждать от организаторов боев РПТНР новых сезонов, новых открытий, новых боев. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...